Следующее, что я хотела бы еще сюда к ошибкам отнести, это когда родители не имеют какой-то одной структуры, одной линии поведения в воспитании ребенка. Это самая распространенная ошибка, которая, можно сказать, входит в топ-5. Это когда папа разрешает, мама не разрешает, и наоборот. А папа мне сказал, что так делать можно. И начинаются конфликты в семье, родители начинают ругаться, ребенок не может понять вообще, что происходит, потому что родители для него являются до определенного возраста людьми, на которых стоит равняться. И он тоже теряется из-за этого, пропадает чувство безопасности. А, как известно, чувство безопасности является основой для того, чтобы было гармоничное развитие как до трех лет у ребенка, так и старше. Потому что именно это дает ту базу и ту основу, которая помогает нашей личности вырасти и стать полноценной, и чувствовать какую-то опору под ногами. Потому что именно родители и семья являются той самой опорой, на которую мы опираемся уже, будучи взрослыми людьми, находясь в пубертатном возрасте. Поэтому стоит, чтобы родители четко понимали и оговаривали все вопросы на берегу, так сказать, во время беременности. Вообще идеально это делать. Что там в вопросах еды, в вопросах воспитания мы придерживаемся таких-то, таких-то правил. И самое главное в этом вопросе еще эти правила озвучивать своим близким родственникам, бабушкам, дедушкам, тетям, дядям. Потому что после того, как даже родители договорились, и все в принципе гладко. Ребенок не ест сладкое, потому что у малыша может быть аллергия. Когда родители покупают ему сладости, которые нормально переносятся. Но когда ребенок попадает к бабушке или к доброму дедушке, начинается «на, съешь» и ничего не будет. Родителям мы об этом не скажем. Ребенок понимает «ага», то есть так можно делать. Родители в принципе не авторитет, потому что все плюшки мне достаются от этих родственников. И когда ребенок попадает обратно домой к родителям, начинаются скандалы, истерики, потому что почему это? Мне это можно делать у бабушки или у дедушки, а дома мне это запрещают. Значит родители плохие, они меня не любят. И начинаются следующие-следующие последствия, которые нужно разгребать тоже родителям. Поэтому в данном вопросе я всегда советую разговаривать с родственниками, объяснять свою позицию и говорить, что есть вещи, которые могут быть небезопасны для ребенка или которые в нашей семье мы не делаем. Если родственники адекватны, то в большинстве случаев они соглашаются, и все продолжается в хорошем положительном ключе. Но бывают такие моменты, когда старшее поколение начинает активно говорить о том, что нет, мы вас воспитали, мы знаем лучше, поэтому мы будем делать так, как мы считаем нужным. В данных ситуациях я всегда говорю, что тогда мы говорим, что тогда вы будете со своим внуком или внучкой только в присутствии нас, чтобы мы могли контролировать то, что делает ребенок, что он ест и как он проводит свободное время. Если такой вариант вас тоже не устраивает, то давайте тогда увидимся с вами через месяц. Мы все обдумаем, вы все обдумаете и придем к какому-то логическому решению. Как показывает практика, то в принципе обычно месяца хватает, чтобы прийти к общему знаменателю, чтобы бабушки успели соскучиться, а родители тоже немножечко остыть и понять друг друга. И последнее из ошибок, что я бы еще хотела сказать, это гиперопека. Это то, когда ребенок сам еще не понял, чего он хочет, а бабушка с дедушкой, мама с папой уже несут ему это все на блюдечке с голубой каемочкой и напрочь лишают его вообще какого-либо выбора и понимания того, что ему действительно нужно, чтобы гармонично развиваться и вообще чего он хочет. Еще это очень хороший пример, это опять же та детская площадка, когда ребенок упал. Мы сейчас говорим о детях до пяти, до трех лет. Когда ребенок упал, либо куда-то хочет залезть, хочет что-то сделать, ему что-то интересное, ему любознательно, он хочет узнать мир и вообще окружение, что способствует ему в принципе его развитию. Мама всегда говорит, не лезь, не трожь, нельзя, упадешь, запачкаешься. То есть абсолютные запреты, о которых мы говорили, о которых ребенок не понимает, что в смысле мы же вышли гулять, мы же должны как бы с тобой тут проводить весь его время. И тоже постоянно одень кофточку и бегают за ним, лишая вообще ребенка какого-либо желания проявлять инициативу, соответственно, какого-либо желания развиваться гармонично. Мамы, бабушки обычно этим страдают. Я искренне всегда советую, что нужно ребенку позволить упасть, позволить как бы набить какие-то шишки. Мы говорим о нормальных нормах, не выбегать на дорогу, потому что там машины, все-таки за этим мы следим. А мы говорим о том, что как бы нужно давать ребенку свободу действия и свободу выбора даже с первого года жизни, когда он уже активно начинает проявлять интерес к окружающей среде. И как можно меньше его опекать, потому что, когда люди вырастают из-за того, что они получили гиперопеку в детском возрасте, они не могут понять, чего они хотят. У них проблемы со своими желаниями, со своими амбициями, и они теряются во взрослом возрасте. И когда они сталкиваются с какими-то проблемами, они просто садятся и ждут того, кто придет и за них все решит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok